Ко мне подошел молодой человек, спросил, как попасть на ЛОГО ТВ. Рядом со мной дети Максима Нинаркова. Давай, Макс, за детишек. Позиции играешь у нас? Опорника. Ты что, умный что ли? Ну да. Как вам сегодня находител день? Ну как видите, я пришел уже 3-0, как нормально все. А ты даришь футболку кому-то? Я пропиталась теперь духом локомотива. Более всего локомотива Москва это самый лучший клуб страны. Друзья, всем привет. Сегодня 3-е сентября и день матча локомотив Балтика. Перевернем календарь и вспомним, что именно локомотив не оставил шанса в Балтике в 98-м году остаться в РПЛ. Спустя 25 лет Балтика снова в РПЛ на стадионе Черкизова. Давай, Макс, хотел сказать, вы классные видосы делаете. Спасибо, спасибо, спасибо. Ко мне подошел мой молодой человек, спросил, как попасть в Налога ТВ. Вот, поздравляю, ты попал. Спасибо большое. Почему ты и без клубной атрибутики, первый вопрос. У меня шарф в рюкзаке. Давай, давай, прямо сейчас. Балентик и золокомотив Москва это самый лучший клуб страны. И во всем мире, мне кажется, мира, мира, мира даже. Как тебя зовут? Данила. Данила. Сколько лет ты болеешь в Налога? Семь. Почему? Потому что, не знаю, мне просто в Лебаб болеется Спартак. Но, да, я сначала болел тоже, как бы просто смотрел футбол с ним. Мне очень понравился этот вид спорта. И потом я понял то, что я увидел матч Локомотив в Спартаке. Я видел тогда в том матче, что Локомотив с очень большим счетом как раз-таки выиграл. Вот. И мне очень понравилась вообще их игра. И я подумал то, что, ну, у всех разные взгляды есть на футбол. И, то есть, ну, я как бы и захотел болеть за Локомотив. Потому что, ну, реально понравилась игра их очень. А кто-то из игроков тебе тогда особо понравился? Миранчук, Алексей Который. Только Лок, только победа! Отличный музончик. Вот это опять! Друзья, Локомотив совместно с Sponbed сделали офигенный нейромерч. Приходите в наш магазин, приобретайте футболки, костюмы. Еще есть черная кофточка. Классная. Короче, рекомендую. Ира, у тебя какая задача? Смотри, мешок 20 килограммов есть. Будь аккуратным, пожалуйста, да. Как лучше, давай. И как можно дальше, тебе нужно его бросить. Давай, Ира! Я думаю. Вот нам рекорд. О, хороший, хорошо. Аплодисменты Ире. Нормально. Медаль, медаль, медаль. Давайте мне медаль подарю. Да. Молодец. Спасибо, спасибо. А я и Мини включаю в нашу футболку. Это, знаешь, своеобразная билет от хулиганов. Идешь ты мне, это не все. О, не-не-не-не. Да? Он лучший. Он лучший меня точно играет. Все, по дизайну, из этого. А теперь, друзья, мы на матчу. Лекоменды, Балтика. Вы увидели, что я не умею играть в пану. Я по прямой не могу на мотике ехать. Они тут сальто крутят. Я воспользуюсь снова тем, что я ведущая. Сегодня у нас на матч дэе было мото-шоу. Вот. И я, спустя очень долгое время, так как я боюсь мотиков, попросила прокатиться. Прекрасное шоу в Мэкс Райдерс. Лучшие мотофристайлеры России собрались сегодня для того, чтобы сделать шикарное мероприятие для всех тех, кто пришел сегодня на этот чудесный матч. Конечно, обязательно советую попробовать квадроцикл. Это, наверное, самое жирное ощущение. Прямо перед матчем будете заряжены адреналином на 100%. Я расслабилась. Давайте. Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо, что я здесь работаю. Локомотив, спасибо. Очень интересная история из моей жизни. У меня папа обожает байк, короче, он с самого маленького возраста гоняет. И я вот всегда думала, что байк это круто и тоже себе очень хотела. Но один раз папа меня прокатил. Пять минут до дома. Но мы ехали так, что я вот поворачиваясь, могла вот так пальчиком до асфальта достать. После этого у меня 30 минут тряслись ноги дома. И я сказала, пап, спасибо, больше я байк не хочу. И вот спустя допинга времени я, короче, сейчас села. Это так круто. Но сам водить я не буду. Все, спасибо. Вот такая история. Как он кайфанул! Зуба! Кого выводил? Кого выводил? Чего ты закрадуешься? Миранчука. Миранчука. Счастье у вас. Хорош, поздравляю. Рядом со мной дети Максима Нинахова. Как вам выводить папу на поле? Расскажите, поделитесь. Круто было? Да. Макар, будешь футбол в этом играть? Кать, не оделаться. Не оделаться, будем футболистами. Как тебе стадион? Хорошо. Хорошо? Но ты стесняешься. Ой, красиво. Давай, Макс, за детишек. Ну. Скажи, что ты это снял. Мне уже нравится. Во-первых, вот это очень круто. То, как сейчас кричит стадион, просто топ. Спасибо от души. Локомотив сегодня впервые играет в новой форме, серой. Пока то, что я вижу, игра очень даже симпатичная, симпатичная передача Пеняева голевая. Надеюсь, что эта форма будет портовая. Вот. И после матча попробуем снять ее с кого-нибудь из игроков и разыграть в ролике. Так что досмотрите. Узнайте условия конкурса. За нашими воротами, ну, в первом тайме, стоит брат Худякова, Рома. Вот. И парень, вот нам сейчас его оператор покажет, оттуда, прибежал туда, к нему праздновать. Объясни, вы договаривались? Да. Вы каждый гол так празднуете? Вы выбираете так? Даже если бы ты там стоял, ты бы забежал до него и праздновали? Да, да. А я всегда здесь стою, вот так вот бегом. А как тебя зовут? Андрей. Андрей. Какой позиции играешь у нас? Опорник. Опорник? Ты что, умный что ли? Ну да, такой. У меня есть момент. А, какого года? Восьмого. Будем следить? Да. Да? Ты очень хотел, да, на камеру попасть? Да, нет. Прости, что мы не сняли, мы не сняли, как они классно праздновали. Покажи мне. Давай. Что вы делали с Ромой? А, просто нет, вы что-то еще руками делали. Нет, руками не делали. Отлично смотрю футбол и как они праздновали. Все, давай, удачи. Хорошо, подавай мячи. А потом ждем тебя здесь. Вара? Обидно. Я говорила, надо оставаться, было смотреть. Ой, хорошо. Хорошо, Дима. Молодец. Все, ладно, пойдем к губернию. Три отличия футбола и биатлона. Посмотрите вместе. Но самое главное отличие, что футбол совсем для всех. Футбол всех объединяет, футбол всех вытаскивает на улице. Это классно и здорово. Второе большое отличие, что у биатлона гораздо лучший комментатор. В разы, в миллионы раз, в триллионы. Поэтому здесь, конечно, всем футбольным людям надо учиться. И еще одно отличие, что все люди, которые играют в футбол, увлекаются футболом. Они в свободное время смотрят все-таки биатлон вместо футбола. Потому что, ну, собственно, биатлон, это же биатлон. Но футбол я люблю, как вы знаете, потому что я единственный в стране футбольный обозреватель. Поддерживают локомотив вместе с вами. Это круто. Как вам сегодня на стадионе? Ну, как видите, я пришел уже 3-0, как нормально все. Вы вольны кого звать постоянно. Ничего не сделал, только вошел. Расскажите, вы болеете с локомотивами? Я вам так скажу, что мой любимый игрок – это вот этот человек, Заза Джаннаще. Он сегодня был, он меня обнял, он даже меня узнал. Я почувствовал реально эту энергию, эту любовь от него, да. Он такой добрый, хороший человек. И вообще локомотив – это очень добрая команда, да. Какая позитивная, без супер, там, какого-то ярости. Я в хорошем смысле, я думаю, такая семейная, такая добрая атмосфера. Я это очень уважаю и люблю. Спасибо, спасибо. А еще у меня от душа вырывается, какие-то музыкальные звуки делают. Для этого нам нужно немножко пройти к нам внутрь. Вы готовы? Я у тебя отнимаю микрофон. Локомотив, я люблю тебя. Победай. Здравствуйте. Нет, он, возможно, дарит. Подожди. Антон, а ты даришь футболку кому-то? Ты даришь сегодня футболку кому-то? Нет. Тогда мне. Да? Раздевайся. Сейчас? Да. А теперь до сих пор, да? Да. Ну нет, но потом ее разыграем. Ну все. Честно после этого пойду. Сейчас. Нет, нет. Меня намекает, я последний раз убивала. Я пропиталась теперь духом локомотива, мокрым. Спасибо. В нормальном духе пропиталась. Ну, согласна. Детевки помогли. Я их вытепила. Ну, сам губерниев сказал, что ты лучший. Какая красивая у тебя майка. Да, рвать и металли. Ты все слушали. Какая красивая майка, да. Покупаем в клубном. А вот это, а вот это, а вот это. Тоже, тоже хорошее. А если первый раз в первом? Да. Ну, если мы не второй тайм, все было бы нормально. Я думаю, человек рядом представлять не надо. Вот. А вы помните? 98-й год. Мач с Балтикой. Как вы дали голевую? Расскажите. Ну, Балтику. Я даже забыл. Балтика, по-моему. Первую. Самая первая игра была 96-й год. Да, вот вы не знаете, а я сам. Я 95-й просто, да? Да. В 96-м я как раз первая игра была в Балтике вот здесь. Мы 3-0 тогда выиграли, один я забыл. Первый мяч. Ничего себе. Балтика все-таки для вас такой. Очень отличился. Очень хороший соперник. Очень хороший соперник. И я там даже играл в Балтику год. Так что оба мои команды. И Локомотив в Балтике. Но сегодня, я думаю, что вы болели. Нет, за Локомотив, естественно. Только за Локомотив. Знаете, что приятно? Вот я сегодня ходила по стадиону, и почти каждый человек мне говорил о том, что сегодня вы на стадионе. Мне это очень классно. То есть вас любят здесь. Да, очень. Я знаю. Просто болельщики у Локомотива всегда хорошие были. Добрые. И меня помнят. Я еще рад. Я даже не ожидал, что так помнит, честно. Друзья, как я и сказала, Локомотив сегодня впервые сыграл в серой форме. И она оказалась для нас победной, хоть и со счетом 3-2. Но все-таки мы же выиграли. Вот. И я разделала одного из футболистов. Да, Верончука. Это было уже видно в середине видео. Вот. Условия розыгрыша будут в комментариях. А вам спасибо за такую офигенную поддержку. Сегодня на стадионе было очень-очень классно. Я прям моментами оборачивалась на трибуны и восхищалась. Как вы болеете. Спасибо вам. Спасибо за поддержку. Спасибо команде за этот матч. Вот. До встречи. Локомотив, я люблю тебя.